Азербайджан считает Китай стратегическим партнером. Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Ильчин Амирбеков заявил в интервью телеканалу Феникс ТВ в ходе своего визита в Китай. Комментируя двусторонние отношения между странами, Ильчин Амирбеков подчеркнул стремление Азербайджана углублять и укреплять политический диалог с Китаем. Все подробности у моей коллеги Нигар Рахмановой. Она подключается к нам из Пекина. Нигар, здравствуй. Здравствуйте, студия. Как я уже ранее отметила, в трехчасовом новостном выпуске в Китае находится с визитом Ильчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям. В трехчасовых новостях мы поговорили о политических моментах и о цели визита, собственно. Также во время интервью Фениксу он говорил об экономической повестке. В частности, речь зашла о том, что Азербайджан является страной, которая обеспечивает энергобезопасность Евросоюза. И помимо этого, сейчас он набирает свою популярность как транспортный хаб. После усложнения ситуации в регионе, в частности, геополитических проблем, поставки грузов через Азербайджан и через средний коридор маршрута Трассига стали набирать популярность. И объем грузопотока значительно увеличился, что как раз таки и отражалось в статистических данных. Нужно отметить, что на данный момент между Востоком и Западом Азербайджан выступает как связующее звено. И железная дорога Бакут-Белесикарс как раз соединяет Каспийское море с Черным морем и позволяет выйти в Турцию. Работа порта Алят и других транспортных звеньев также способствует скоординированной работе в рамках проекта «Один пояс, один путь». Этот год для проекта «Один пояс, один путь» крайне примечателен, поскольку отмечается 10-е годовщина этого проекта. И как раз в октябре собираются съехаться здесь главы государств, участники данного проекта. И будет форум, на котором будут идти важные, горячие обсуждения по тому, как дальше развивать данный маршрут. Как отметил господин Амирбеков, в период, когда мир становится многополярным, чем крепче отношения между странами, тем лучше для самих же людей, для граждан. И на вопрос, какие преимущества он считает важными в участии Азербайджана в проекте «Один пояс, один путь», он дал следующий ответ. Послушаем. Взаимные связи – показатель стабильности развития международных отношений. Потому что, когда страны объединены вокруг важного проекта, то это гарант того, что между ними не будет конфронтации. Ведь цель каждого – это поддерживать поступательное развитие данной инфраструктуры. В этом контексте, когда в 2013 году официально объявили об инициативе «Один пояс, один путь», Азербайджан уже выполнял роль своего рода моста между разными континентами. Да, во время своего интервью в «Фениксу» также господин Анирбеков говорил о важности изучения китайского языка в культурном обмене между Азербайджаном и Китаем. И отметил, что в Азербайджане действуют центры «Конфуция», где изучается культура, философия и китайский язык. У меня на этом все. Студия. Спасибо большое. Нигей Рахманова из Китая подключалась к нам. Спасибо.